Татьяна Александрова, Кузька и другие. Цыплёнок в луже. Ляля голубая и Ляля розовая прогуливались. Говорят, полезно дышать свежим воздухом. Воздух после дождя был совсем свежий. Вдруг кто-то отчаянно запищал, и возле своих туфелек Ляля увидела цыплёнка. Он барахтался в луже. Кому-то и луже глубокое озеро. Ведь цыплёнок не утёнок. Вместо пушистого шарика что-то мокрое, тощее, облезлое, зажмурив глазки, разевало клюв шире себя самого. Какой невоспитанный малыш! Зачем-то полез в грязь. Ещё забрызгает нас. Голубые туфельки осторожно отошли от лужи. Не стоит пачкаться! Лужи воробью по колено. Цыплёнок больше воробья. Сам вылезет! Розовые туфельки тоже отошли. На отчаянный писк прибежали пингвинята. Пинг и Кинг. Вытащили бедняжку. Положили сохнуть на солнышко. Такие большие, сказали куклам пингвинята. А маленьким не помогли. Какие невоспитанные дети! Даже не поздоровались с нами! Ахнула Лёля Голубая. Надо на них пожаловаться! Добавила Ляля Розовая и побежала искать пингвина. У вас невоспитанные дети! Сказала Ляля Голубая в ответ на подклон пингвина. Просто грубияны! Добавила Ляля Розовая. Вместо того, чтобы поздороваться, накидываются на старших. Такого пингвина детей не ожидал. Вот и воспитывай, сыновей. Стыдно другим в глаза поглядеть. Нет, слов больше тратить не буду. Крепкий родительский клюв. Вот чем надо воспитывать. Так, ни на кого не поднимая глаз от стыда, и шагал пингвин, пока не налетел на курица. А я-то, батюшка, к тебе бегу, сказала она. Спасибо сказать за твоих деточек. Как хорошо ты их воспитал! Всегда в беде на помощь придут. Ах, радость! А за спиной у курицы кинг с пингвином отряхивали какой-то бурый комок, пока тот не превратился в желтый пушистый шарик.